Итак, сейчас вашему вниманию я представляю разные прорисовки карты по трудам Клавдия Птолемея. Эти прорисовки существуют разные, но в основном они сходятся, потому что Клавдий Птолемей нарисовал достаточно ясную, достаточно понятную координатную сетку и описал, что как бы где из его описания находится. Поэтому, соответственно, эти карты можно сверять. Эти карты можно сверять с другими, более поздними картами. И, учитывая изгибы рек и все остальное, можно и озеро Амадокское, истоки Днепра, можно и сам Азагарий Киев, все это можно очень четко атрибутировать, без каких-либо сомнений понять, что да, в действительности у нашей столицы в древности было, кроме всего прочего, еще и название Азагарий. Хотя у нашей столицы было достаточно много древних и интересных названий, и сейчас я постараюсь вам их так или иначе предоставить. Сделаю небольшое отступление. Коль, как бы касаемся картографии, сейчас демонстрирую вашему вниманию еще и карту Гийома де Лиля. На этой карте Гийома де Лиля присутствуют города, упомянутые в труде Константина Багрянародного. Я подчеркнул, где какой, как бы, находится, чтобы вам не особо было тяжело искать. Также тут присутствуют названия порогов. Все, в общем-то, по труду Константина Багрянародного. В частности, присутствует подписание «Русия», но не стоит пугаться, это не название «Московии», это название «Руси», поскольку «Русия» — это не что иное, как разные греко-латинские адаптации слова «Русь». И московитики всего лишь это название себе несправедливо аннексировали. В частности, тут мы видим, что картограф не пытался искать какой-то Новгород в каких-то далеких далях на севере у Ильменя и так далее. Тут он располагает Немогард недалеко от Чернигога и, в общем-то, недалеко от Телеутса и Мелениска. Но Мелениск или Смоленск, скорее всего, все-таки он неправильно расположил это. То есть, он точно неправильно расположил, скорее всего, это понятно любому, в общем-то, кто это увидит. Однако, и это не настолько критично, поскольку, в общем-то, опираясь на труд Константина Багрянародного, он хорошо себе понимал, что Константин Багрянародный описывает, что с этих городов есть прямой выход по Днепру к Киеву, крепость которого еще называется Самватас, что здесь также записано. Но, как бы, не только лишь в этом дело. Дело в том, что если бы Константин Багрянародный и последующие картографы, собственно, имели в виду, что вот этот Немогард, то есть Новгород, который как раз и присутствует в истории Руси, что это тот самый Новгород-Ильминский, они бы изобразили карту совершенно иначе. Они бы изобразили карту, в общем-то, вообще в другой пропорции, изобразили бы северные части Руси и так дальше. Но они не особо хорошо знали, что Русь контролирует в тех северных далях, зато они знали, что, в общем-то, в Причерноморье обитают печенеги и вот эти земли, которые как бы и контролируются Русью, но если печенеги взбунтуются, Русь не сможет ходить на Константинополь. Поэтому нужно, чтобы Русь этих печенегов усмиряла, и тогда Русь может вполне себе хорошо ходить на Константинополь. Тут вот приведены названия порогов, тут упомянуты, в общем-то, Лензиане, тут упомянуты другие пактеоты Руси, вот, Вуссеград, Выжгород. Выжгород упомянут на том месте, где он в действительности и расположен, то есть, всё с этим нормально. И если сопоставить, а какой у нас Новгород есть приблизительно где-то на север от Чернигово, и находящийся на реке, которая, в конце концов, впадает в Днепр, у нас останется только Новгород-Северский. О чём я, не осматривая даже эту карту, уже давно, в общем-то, говорил. Но сейчас не об этом, и не столько об этом, и не только об этом. Сейчас, в частности, и о названии Самватос. Я об этом названии уже тоже многократно говорил, и если кратко ещё раз повторюсь, это название просто означает «самобытный». «Самбхутар», «самбху», «сваямбху», то есть, существующий сам по себе, самодостаточный город. Что логично, ввиду того, что киевский амфикционий Киевградзе состояло из множества мелких поселений, которые, буквально, производили всё, что нужно для жизни, поэтому Киев в древности мог жить чуть ли не как отдельное княжество, независимое от окружающих, в общем-то, каких-то процессов. И да, Азагарий и Самватос – это некоторые его древние названия. Относительно Азагария, кое-что я уже говорил, относительно Самватоса, также кое-что сейчас сказал. Могу напомнить, что название Азагарий отсылает к имени божественного князя Сагара, но у Киева были и другие названия. Может быть, кто более-менее коверялся по моему каналу по последнему видео, могли там наковерять то, что Киев, Киевградзе, киевский амфикционий, кроме как называться Самватосом, Самватосом, Самбаром, назывался еще и Хольмгардом. Укажу даты. Известны упоминания Самватоса за 559-й и 948-е годы нынешней эры. Собственно, 559-й – это надгробная плита в честь некого хильбузия сына Самватоса. А 948-й – это год написания труда Константина Багрянародного. Далее, Киев, Киевградзе под названием Хольмгард, Холмоград – Велыкий, как он известен в славянской культуре, и Хольмгард, как он известен у скандинавов, и Холмоград, как он был известен для древних новгородцев. В новгородских летописях есть там, где присутствует сюжет о гостомыслии призваний Рюрика. Присутствует мотив, что перед тем, как призывать Рюрика, гостомысл сначала отправляет послов к жрецам в Калмоград, и только когда они ему говорят так сделать, он делает. Поэтому Новгород не мог быть Хольмгардом. Об этом тоже у меня есть отдельное видео на канале, но так или иначе, кратко я это упоминаю. И вот под названием Хольмгард Киев известен на протяжении Средневековья скандинавам в разных скандинавских текстах. Ну и новгородцам, в общем-то, в первые века жизнедеятельности Киевской Руси. Дальше, под названием Азагарий. Часть киевского амфикциония упомянута в труде Клавдия Птолемея. Это второй век нынешней эры. Ну, учитывая разные данные, это первый-второй век нынешней эры. Далее, под названием Данпарштад. Данпарштад, Данапарстадир, Данпарстадир, то есть, с такими вариантами, часть киевского амфикциония, а в некоторых случаях и весь киевский амфикционий, известен в готских сказаниях. Ну и в дальнейшем в германских сказаниях, которые основывались на готских сказаниях. Такое название было у Киева во времена участия в киевском амфикционии, во времена, когда из Дакии готов, геттов поперли римляне. Они, как беженцы, распространились по тому, что известно, как андская держава или черняховская культура в археологическом эквиваленте. И, в частности, в общем-то, создали свое поселение и на холмах, в общем-то, в Киеве. Основано вот это малое поселение, Малый Данпарштад, около 240 года нынешней эры. Основанное готским князем Астрогетом, которого еще называют Острогота или Аустрогита. Эстрогот. Острогос. Дальше при Гермонарихе. В общем-то, так стал называться весь Киев, все Киевграде, весь киевский амфикционий, поскольку готы, по сути, уничтожив Буса, уничтожив 70 князей, по сути, подчинили себе все Киевграде. Однако, в 375 году готское доминирование в Киеве и, в общем-то, готское название Киева и готский весь этот элемент в Киеве упразднен Роксоланским князем Валамиром. Еще ранее часть готов заселила древнее святилище и было сформировано поселение, которое получило название Архейм. Архейм в переводе с германского означает дом истины, дом Ария или дом Аревачей. Так называлось то место, поскольку там находился храм Истанбога, которого, в общем-то, как и меня, имя Арий, и который был отцом как раз Кия, который основал Киев. И далее готы там поселились, готы тоже это поселение частично под себя подформатировали и, в общем-то, там существовали. Это готское поселение с 375 годом не самоликвидировалось, но постепенно оно, в общем-то, теряло свое значение и постепенно деготифицировалось. Возникло другое название киевского амфикциония, это Гуннигард или Славгород, то есть, славный город, столица гуннской державы. Так, в частности, Киев именовался приблизительно от 375 года, то есть, когда Роксоланский, гуннский, великий князь Валамир изгнал готов. Также, во времена его сына становится популярным название Киева, как Киев-Урус, ну, то есть, буквально Киев-Аорский или Киев-Оросский. Вот это как бы дополнение к названию Киева Киев-Урус, Урус, потому что тогда еще название Рос или Рус не было сформировано до конца, и тогда оно звучало часто как Аорс, Орос, Урус, Эрос, и позднее вот это начальное гласное все редуцировалось и редуцировалось. Данный этноним, данное название как бы такого что ли сказать племени, только не в примитивном смысле этого слова, в плане того, что это относительно небольшая по численности этническая группа, однако имеющая практически статус княжеской династии, хоть и хоть и несколько расширенном смысле. Вот это понятие сближалось с названием династии потомков князя руса, более древнего князя, о том, что существовало имя Рус еще намного древнее, можете посмотреть даже по истории государства Урарту, где там как минимум парочка князей имеет имя Рус, и это еще в каких-то там восьмых седьмых веках до нынешней эры, но это уже другая история. Итак, существует вот это название Киев-Урус, оно становится максимально популярным в 380-х, 390-х годах нынешней эры, и несколько сохранялось далее. Также некоторое время за Киевом фиксировалось название Каганград. Каганград, княжий град или Кенугард, если брать скандинавский эквивалент. Но, как правило, в большинстве САГ все-таки Кенугардом называется Галич, а не Киев. И дальше, после всех вот этих новаторских введений Владимира Ярослава и их союзника сподвижника митрополита Илариона, Киев также получает название Нового Иерусалима. Если московитики замахиваются только на тему Третьего Рима, наши тогда замахивались на тему несколько более возвышенную. На тему этакой славянской Мекки, славянского Иерусалима, причем славяно-христианского Иерусалима, где сохраняются какие-то аспекты славянской культуры, где также как бы вроде как доминирует и христианство, хотя это христианство перешаманенное византийское с арианским. и в общем-то и в общем-то понимается точнее появляется понятие Руси в максимально расширенном смысле, где в Русь включаются и финно-угорские территории, и Болгария, и Польша, и Воложские земли, и Волжская Булгария, и вся степь, Но там уже получается Русь вступает в конкуренцию с Византией, которая контролировала Шелковый путь. Но это уже вообще отдельная история, которая также имеет в себе один из выходов на историю с появлением монгольского вопроса. И это максимально расширение термина Русь, когда к владениям Руси или к некой сфере интереса в Руси причислялась практически вся Восточная Европа и Северо-Западная Азия. Но это тоже проект, который относительно недолго просуществовал в каких-то тех же 980-х годах при Владимире, 980-х, 990-х годах при Владимире этот проект кое-как сформировался. Дальше Ярослав по-своему, еще Святополк по-своему пытался этот проект развивать. Ярослав по-своему взялся его развивать и с митрополитом Иларионом не плазил. Дальше какие-нибудь Всеволоды, Владимир и Мономахи и другие, они по-большому счету поддерживали и пытались доразвить этот проект. Но слишком как-то его не модифицировали уже. Но случился инцидент с отколом суждальщины от владений Руси, что ослабило Русь. Русь сократилась в общем-то до Руси и Украины при Даниле Романовиче. Ну и дальше татаро-монгольское нашествие и уже было не до того, чтобы думать о том, как покорить просторы Азии, а уже пришлось формировать Речь Посполиту, чтобы противостоять Орде. И Речь Посполита во многом выкармливала Московию как элемент, который должен был дестабилизировать Орду. Но Московия Орду-то дестабилизировала, однако потом пошла дестабилизировать нас. Ладно, это уже вообще другая тема. И также за Киевом фиксируется название Куаб. Куаб, Куяб, Куав, Кааб, что в общем-то роднит название Киева с названием Каабы, для мусульман. И интересно, что такое название за Киевом фиксируется как раз преимущественно в иудейских, арабских и связанных с ними источниках. Например, существует письмо собственно от киевской иудейской общины, которая датируется девятисотыми годами, где Киев называется Киооб. И дальше в арабских сочинениях того же времени Ибн Хаукаль, Истахри и другие они Киев называют Куяба. Ну и в общем-то обозначают, что Киев является центром русов. Также они упоминают Аславий, то есть Переяслав и Артанию, Арсанию. Артания, Арсания это у них уже отождествление из Кростанской темы, Ирдынского острова и еще нескольких. Но это тоже следует отдельно распутывать, отдельно изучать. И сейчас я этим заниматься не буду. Карты с упоминанием Киева с времен Клавдия Птолемея есть. Исторические упоминания, поскольку если захотите вот эту всю тему, как Донпарштад, Киав-Урус во времена Балтазара, Архейм, Хольмгард, Азагарий, Самбатос, все это вы можете погуглить в интернетах, в общем-то, все указания на первоисточники всех этих упоминаний, то есть это не что-то такое секретное, это не что-то такое никому неизвестное, это не что-то такое, что, чтобы изучить, нужно всю жизнь потратить. За вас уже потратили свои жизни, свое время историки, ученые, потратил свое время я, чтобы это все вам преподнести и так или иначе осмыслить. Вам достаточно просто с этим ознакомиться и дальше поискать дополнительные материалы для так сказать личного развития в интернетиках. Можно сказать, это лишь как бы упоминание, что археология. По археологии, например, можно вспомнить, что в 1846 году при строительстве жандармейских казарм был найден клад из 82 римских монет первого и третьих веков. Там монеты от Октавиана Августа до геты. Далее на Аболоне при постройке дома в 1876 году был найден клад из 200 монет, большинство из которых были отчеканены в Антиохии и Писидии. Писидия это область Малой Азии. То есть это римские и околоримские сателитские монеты. Там есть упоминания изображения императоров Филиппа, Констанция Второго и других. То есть это приблизительно 244-е 360-е годы. Что соответствует в общем-то Денпорштату. Далее на Старокиевской горе найдены монеты принадлежащие Анастасию Первому и Юстиниану. Это 491-е 565-е годы. Далее в 1876-м году возле Иорданской церкви был найден клад, в который входило серебряный абасинский дирхем халифа Абу Джафара Эль Мансура. Отчеканенный данный дирхем в 764-м году. Из этого мы видим, что присутствуют монеты Октавиана Августа, присутствуют монеты следующих римских императоров. И вот так мы от 1-го века доходим до 3-го, 4-го, дальше 5-е, 6-е века, а это уже 8-й век. Середина 8-го века нынешней эры. Из этого мы видим, что, в общем-то, на территории Киева постоянно прибывали монеты. Что значит была торговля? Торговля, монеты, как правило, это все скапливается в крупных городах. То есть Киев, чтобы в нем все вот это существовало. А еще в археологии есть такое понятие, что от того, что в реальности существует, археологию выпадает лишь около 2%. То есть если найдено 200 монет, соответственно, нужно понимать, что это всего лишь 2%. Соответственно, монет, которые были, условно говоря, там в какой-то период в обороте на территории, которые попадали на территорию Киева. Ну и в действительности из истории мы видим, что да, город столичный. Больше того, это даже не один город, а это совокупность рядом находящихся мелких городов, которые вместе формируют такое вот граде. По-гречески это называется амфиктионий. Ну и московитики пользуются такими сведениями, археологи неплохо вот это все дело поняли, что Киев начально не был одним таким огромным городом, а был совокупностью мелких городков. Поэтому московитские историки, чтобы унизить Киев, пытаются говорить, что нет, типа, если так, то значит давайте отсчитывать историю Киева только от того времени, когда он уже из градя превратился в мегаполис. Но это несколько тупо, поскольку Боспор в состоянии амфиктиония не просто существовал, а как бы и был государством и играл важную роль вообще в мировой торговле, а и в политике, в расстановке сил в Причерноморье и при этом он не был единым таким огромным мегаполисом, а был градем. Кусок Боспора находился на востоке Таманского, на западе Керченского полуострова и нормально, и жили так вот. Ну, а Киев так же сам и находился на двух сторонах Днепра. Большая его часть всегда находилась на правой стороне Днепра. Но это тоже амфик сионий как бы такой принцип был у древних славян и вообще не только даже у славян, это еще стрепольской культуры, это принцип, что нежелательно, чтобы были поселения слишком большие. Лучше много мелких, а если нужно сформировать столицу, то пусть столица состоит условно из десятка мелких городишек, каждая из которых все-таки будет сохранять некоторую ромность. Ну, а с другой стороны, а сейчас разве не так? Сейчас крупные города имеют районы. Вот попытайтесь сказать, что не знаю, какая-нибудь та же самая Москва-Ква это не город, потому что она состоит из разных районов. тупо, но почему тогда такую логику применять к Киеву? Ладно, еще есть упоминание польского историка и дипломата Матея Стройковского, который относится ко второй половине 16 века, но он сообщал, что якобы читал киевскую летопись начала XI века, которую вывез из Киева в 1018 году польский король Болеслав I Храбрый. В этой летописи говорилось, что укрепленный город на месте Киева существовал уже с 430 года. Ну, то есть, видимо, здесь имеется в виду как раз какое-то переформатирование Киева во времена уже, собственно, гуннской династии. Существует и достаточно неоднозначное свидетельство советского и российского академика Бориса Рыбакова в его работе «Город Кия». Там он пишет «Историческое значение многочисленных киевских монетных находок значительно шире, чем только констатация торговых связей этого участка Приднепровья с Римской империей. Если мы взглянем на общую карту монетных находок, римского времени в Восточной Европе, то увидим, что место будущего Киева самая северная точка массовых нумизматических находок. Следовательно, здесь кончалось какие-то южные торговые пути. Здесь, очевидно, велся широкий торг с более северными племенами. Здесь среди Бора Великого вдали от опасных степняков укрывали полученные от римлян сокровища. Другими словами, место будущего Киева, носившее тогда, разумеется, какое-то другое название, уже в первые века нынешней эры выделялось из среды других, стало отмеченной точкой на карте Восточной Европы. Ну, то есть, он, по сути дела, подтверждает вот этим высказыванием все, что я, в общем-то, в этом кратком размышлении изложил. Так что, ноте, пожалуй, и завершу. Небольшое послесловие. Я на своем канале уже год делаю, больше, полтора года уже делаю планомерные видео касательно собственных аспектов нашей истории. Кемерийцы, Баспор, Гунны, Сарматы, Скифы, вот это все. И, поскольку человечишки, они такие ленивенькие, и они как бы не ленивенькие, чтобы мне написать комментарий с какими-то гадостями или с тем, что я во всем не прав, или с тем, что, а это непонятно, а то неизвестно, но они ленивенькие с тем, чтобы, в общем-то, самим как-то полазить по моему каналу, посмотреть, какие материалы еще есть. А есть материалы по Баспорскому царству, по Кемерийской династии, по Персидской Ахименицкой империи, по тому же самому Урарту и так далее. И понятно, что когда я дальше что-то записываю, что-то рассказываю, я рассказываю, исходя из той картины, истории, которая у меня сложена в мозгах, и разные аспекты, которые я вот периодически так или иначе излагаю в каких-то материалах. Понятно, что ни в каком отдельно взятом видео все вот это, что я излагаю полтора, даже больше года, а еще у меня были предыдущие всякие занятия, еще всякие материалы, ну ладно, то можно пока даже не трогать. вот, в общем-то, учитывая, что Путин перед полномасштабным нападением взялся еще за нашу историю, я, в общем-то, вот это все отчасти делаю для того, чтобы объяснить реальную историю, чтобы такие черви, как Путин, не могли ее искажать. и, в общем-то, я разные вот эти всякие темы излагаю, излагаю, но, как бы, все это жать невозможно. Это огромные объемы, огромные материалы. Как сказать? Конечно, можете под каждым видео задавать вопросы на те темы, которые я разбирал ранее, но тут есть вероятность, что я на них не отвечу, или как-либо напишу вам в стиле того, что вы, в общем-то, не такие, как мне бы хотелось, мягко говоря. Ну, или проигнорирую. Или вы вообще, вместо того, чтобы помыслить, осмыслить и так далее, напишите мне в стиле какой-то претензии, как сейчас один пишет. Ой, а шо это князья там на этих, на московитов похожи, почему у них бороды? А вот если бы этот человек посмотрел бы предыдущие материалы по Боспорскому царству, по Скифам, ну, вообще, даже если бы он шире думал, он бы понимал бы, что борода растет отнюдь только и не столько у московитов. Дело в том, что, да, вот эта тема с усами и чубами, это то, что у нашего народа хоть и встречается на протяжении тысячелетий, однако, в конце концов, и представители любого другого народа при желании также можно побрить, а с другой стороны, как бы, но все равно у нас от природы борода и усы и все это растет. Поэтому, как бы, не стоит вот так вот очень быстро московитам отдавать и приписывать какие-то более широкие темы. Боспорские князья носили бороды, хоть и не длинные. Допустим, длинные бороды у некоторых скифов были, у того же Анхарсиса, но к московитам они не имеют никакого отношения. Чубы, усы, это было у многих выселок с нашей территории, у некоторых иранцев, у хетов, у кельтов, даже у готов. Они, пока были в Северном Причерноморье, переняли от нас эту тему, а дальше аж в Скандинавию занесли. Ну, как бы, было, ну и хорошо. А были и другие темы. И в каком-то из видео я приводил изображение печати Ярослава Владимировича, который мудрый. И там, если взять версию печати, которая плохого качества, кажется, что у него всего лишь усы. Если взять версию печати, которая чуть лучшего качества, видно, что там у него и борода вообще-то есть, пусть и мелкая. Поэтому снова же. А человек мне уже претензию на канале написал. Вот что мне делать? Разжевывать каждому такому претензенту. Или всех вместе посылать к Серешину там, или, не знаю, к Путину в бункер. Как бы, что-то не вариант, что-то не вариант. Больше того, а разве с чего вы достигнете, если просто я буду вас игнорировать или посылать куда подальше. Ничего. Поэтому давайте лучше проявляйте какую-то осознанность, сами листайте. Может быть, перед тем, как что-то меня спрашивать, полистайте хотя бы по последним видео, может быть, там будут ответы как раз на ваш вопрос. Надеюсь, в общем-то, на ваше понимание успехов и истинного развития. Тайна Самватаса, древнего названия Киева, о которой сейчас некоторые деятели размышляют, но часто они выдают такие измышления, что лучше бы они этого вообще не знали. Ну, а другие даже не пытаются как-либо изучить этот вопрос. И вот российская страница в Википедии Самватас, Киев, одно из названий Киева или его крепости. Ну, и соглашусь, и нет, и скорректирую. Дело в том, что Самватас это название не только лишь какой-либо крепости в Киеве, это название в общем-то Киевского амфиктиония. Или большей части Киевского амфиктиония возможно за исключением крайне северного крайне северных частей Киевского амфиктиония. И что мы здесь видим? Что здесь собственно приводится на самом деле не только в трактате об управлении империи вспоминается Самватас, он вспоминается еще в нескольких византийских источниках, однако ясности те источники не добавляют. Например, найдена собственно какая-то плита или надгробие с надписью о сыне Самватаса, которая датируется где-то шестым веком, шестым-седьмым в общем-то она тоже не вносит никакой ясности, поскольку сын Самватаса и что это значит? То есть Самватас это имя человека или сын Киева как собственно в широком смысле как сын Киева, сын там Руси, сын Рима и так дальше. Поэтому поэтому источников мало, тем не менее трактовки есть весьма такие странные. Существуют и славянские и другие трактовки. Взят некий соводь, то есть заводь и это слово заводь вот в таком вот варианте. Ну да, Киев был связан с в общем-то судоходством. Киев был столицей по сути вот этого пути из варяг в греки. Киев даже в общем-то назывался Хольмгардом из-за этого у скандинавов, поэтому тут неудивительно. С других сторон все-таки заводь для названия города и причем слово самват весьма не похоже на слово заводь. Это слово заводь надо в состоянии саводь, самвать, в общем-то чтобы слово заводь превратилось в слово самватас, его нужно перед этим совать в мозги каким-то наглухо пропитым россиянам, чтобы оно там перебродило. А если попытаться без этого, то все весьма безутешно. Есть еще варианты. Еще варианты, например, существует шведское слово самбад, которое означает место для сбора дани. логично, логично, но тут как бы несколько телега поставленная вперед лошади. Дело в том, что по идее если бы это было шведским словом, оно бы раскладывалось на шведские корни. Было бы там, например, какое-нибудь слово мбад со своим значением и вот са означало бы, допустим, сносить или там приносить дань. Если бы словом бад было данью. Или было бы сам бад тоже два корня со своим значением. Или еще как-то. Сам бад допустим. Такого в шведском языке нет, то есть это весьма придуманная трактовка, которая, однако, не лжет ни в чем, кроме того, что ставит телегу вперед лошади. То, что шведы, познакомившись с тем, что Киев является столицей Руси и что в Киев сносится дань, в общем-то, со всей Руси, взяли себе слово, происходящее от названия Киева для обозначения места сбора дани, не является тем, с чего можно было бы расшифровать само название. Московитики распространили хазарскую трактовку, хазарскую трактовку, знаете, типа вроде как, потому что об управлении империей написал Константин Багрянародный, его сведения относятся к ранним Рюриковичам и, видимо, временам чуть до этого, а, собственно, до этого как раз мощь хазарского каганата все дела, однако, если берем первое упоминание в каких-то шестых веках, то тогда хазарский каганат еще не был сильным государством, контролировавшим, соответственно, наш регион, тогда хазарский каганат сам был еще то осколком, то недоосколком, то еще чем-то в распадающихся и вновь соединяющихся осколках былых владений от силы. и поначалу более, в общем-то, доминирующую роль в государстве от силы стали играть именно Киево-Тиму-Тараканские, то есть болгарские, болгаро-киевические и аварские элементы, а хазарский каганат долгое время был где-то там на задворках. Потом Киево-Болгарская компонента распалась, в Киеве возродилась антская составляющая, а, соответственно, болгары пытались подчеркивать, что они являются державой рода Дула, которая восходит от Авитохла, Эрнака и других, то есть, по сути дела, еще от силы и его сына, и дальше. Но многим уже на них было плевать, поэтому такие вот дела. Так что хазарское происхождение для Самватаса, понятно, что московитам было бы удобно и приятно, тогда бы они нам говорили, что типа, а, вот, и Киев в древности типа назывался по-хазаровски, хазары это тюрки, и вот, в общем-то, как московитики являются тюрками через одного, так типа и у нас тут когда-то царствовали тюрки. Ну, или, в крайнем случае, подчеркивать еврейскую составляющую. Давайте посмотрим на вот эти два типа тюркских корня, от которых выводят название Самватаса. Смотрите, что пишут московитики в российской Википедии. Сторонники этой гипотезы Самватас как Верхняя Крепость. Верхняя Крепость. Ну, может быть. В славянском языке, правда, есть аналог данного слова как Вышеград или Вышгород. Верхняя Крепость. Ну, да ладно. От тюркских корней Сам, Высокий, Верхний и Бат, Сильный. Ну, так, подобные корни есть и в славянских языках, просто чуть с другим значением. Например, какое-нибудь это самое, Сам, как Самый. В славянском языке тоже часто встречается. Ну, и слово Бат также можно найти. Можно, если хотеть, даже какое-нибудь латино-германское тогда уж название тут выдумывать. Однако, есть еще и еврейская трактовка. Еврейская трактовка вспоминает название реки Субботей, то есть, в честь Субботы, Самбатион, сказочная река в древней, в общем-то, еврейской культуре. И вот по еврейской мифологии вот этот Самбатион находится где-то на краю еврейского мира, то есть, мира, известного евреем. А Самбатион, Самбатион, даже, опять же, по-российски, википедийке можем посмотреть, что у нас есть. У нас есть Славуточ или Славуто. Славуто, Самбата, в общем-то, Самбата, оно созвучно. То есть, по крайней мере, название реки происходит у нас не от Субботы, а от слова корня Слава. Хотя евреи, которые жили в Хазарском Каганате и контактировали с Киевом, могли, в общем-то, слыша наше слово Славутич, слышать свое слово Суббота. Это не исключено. У Днепра есть древний корень, называющий его рекой Славы, славной рекой Славутичем. Но относительно самого города Самбатаса такая теория не подойдет. Не подойдет, потому что Самбатас не происходит в общем-то ни от корня Слава, не происходит ни от корня Суббота. Зато у этого слова есть глубокие индоевропейские параллели. Не нужно стесняться или как-то либо неправильно понимать то, что я как пример беру монгольскую тему, дело в том, что монголы в плане принятых им верований и много чего другого перенимали многие собственно индоарийские темы. Поэтому неудивительно, что у них и знак их государственности, знак их в общем-то культуры во многом наследуют наследуют именно индоарийским ведическим темам, пусть и с некоторым типа китайским налетом, хотя китайский или он или тоже собственно индоевропейский привнесенный в Китай, это уже тоже отдельная тема. Те, кто были в Одесском археологическом музее или смотрели мои видео по Одесскому археологическому музею, могли видеть изображение знаков инь и янь на трипольской посуде. А что мы еще здесь видим? Здесь мы видим тройственную симметрию общей композиции знака и мы видим, что в знаке также три компонента. Делим так, у нас получается три, один, два, три. Делим так, у нас тоже получается три. Один, два, три. Где один это у нас божественное пламя, тройственное пламя, прошлое, настоящее и будущее. Далее у нас солнце плывущее в ладье похожее на полумесяц. И далее у нас мир двойственности, в общем-то земной мир. Дело в том, что символ данный называется Сембо. Это название происходит от санскритского самобутней. Самобутней, самодостаточной, самобытной. сейчас посмотрю, есть ли тут другие трактовки. К сожалению, нет. А хотя да, вот, сваям бху. Своям бху. то есть, саморожденный, самосущий дословно. Ну, то есть, своям, себя, бху, сотворенный. правильней даже не, как бы, не сотворенный, а корень бху, как бытие. Вообще, бытие, дословно, это уже следующий корень, который имеет в себе вот это бху, и дальше тие, то есть, ну, не знаю, как, какой же пример, ну, глядеть, глядение, то есть, а корень там гля, то есть, тоже отраженный свет. И дальше этот корень только лишь получает дополнительные концовки. Так и тут, корень бху, то есть, бытие, божественное существование. И вот, своям бху, или съембу, или самватос, это все слова, которые обозначают саморождение, самосозидание, самосуществование. Другими словами, можно перевести даже как независимость. Это то, как данный корень существовал и развивался, соответственно, в индуизме и в происходящих от него, происходящих от него религиозных системах. Но если берем ту же самую, в общем-то, монгольскую геральдику, то у нас тут получается все очень даже интересно. Вот бурятский флаг, который имеет в себе символ съембы. Варианты монгольской бурятской геральдики всей этой коммунистики, конечно же, постарались преобразовать все под свою стилистику. Ну что ж. Видите, какие они потворы сумасшедшие. Они тройственное пламя сократили до такого состояния и навешивали сверху, как на новогоднюю елку, свою звезду. Воры потворы, как говорится. Ну ладно, так или иначе, так или иначе. Это собственно геральдика, которая сохранилась и перешла аж так далеко, аж в Монголию. А слово, которое обозначает данный знак, имеет древние индоевропейские корни. И вот как и Киев, который имеет древние индоевропейские корни, и Амфиктионий, то есть Градзя Киева. Градзя это совокупность близко находящихся нескольких городов, которые имеют и внутреннюю самобытность, то есть каждый из этих городов является отдельным городом. Но с другой стороны они имеют синхронность между собой. То есть хоть каждый из них так или иначе самобытный, но все равно один больше специализируется на кузнечестве, другой на какое-то сельскохозяйство тематики, третий на войне, пятый на лодках, шестой еще на чем-то, и вот так они между собой взаимодополняются. И поскольку Киев был столицей, то конечно же и в шведский язык название Киева вошло породив слово, обозначающее место принесения Дани. А евреи, зная, что рядом находится Хазарский Каганат, где находятся в общем-то те, кто исповедовали иудаизм и тоже евреи некоторые и так дальше, евреи естественно истрактовали вот эти слова как Самватос и Славутич как собственно слова происходящие от слова Суббота. И вот так эта история в общем-то распутывается, вот так эту историю можно исследовать, расследовать и изучить, если пытаться собственно докопаться до фактов вместо того, чтобы придумывать какие-то ложные трактовки, как это делают нынешние московиты, притягивая сюда какие-то Хазары, вообще и Хазары, как сказать, всех Хазар называть евреями или тюрками, это бред еще тот. В Хазарском Каганате были тюрки, были евреи, но были и славяне, были и кавказцы, были аланы, которые являются чем-то промежуточным между славянами и иранцами. Были некоторые другие народы. Хазарскому Каганату в конце концов на вассальных основаниях подчинялась Волжская Булгария и территории Залесия. Так что как бы и предки московитов были подданными Хазарского Каганата не в меньшей, а может быть даже в большей степени, чем государства на территории Украины. К тому же, если вообще брать источники относительно того, что когда-то на территории Кавказа проживало некоторое племя мосхов и позднее появляется название Москов или Москва, как оно дальше стало звучать, то вполне можно предположить, что как раз вследствие жизнедеятельности империи, известной как Хазарский Каганат, какая-то часть вот тех вот кавказских мосхов перешла в финно-угорские земли, попыталась там этих финно-угров как-то колонизировать и вполне может быть, что те самые Кучковичи, которые стали предками Калитичей и узурпировали власть в Залесии после того, как убили в общем-то Андрея Боголюбского, что они имели какое-то вот такое хазарское происхождение. Вероятнее всего, крайне смешанное, но в частности что-то у них было и от кавказских, возможно, и от тюркских, и от иудейских кровей. Но это вообще уже отдельная тема, которую следует отдельно исследовать. Я уже делал и отдельные видео, и в других видео разъяснял о том, что Киев в древности был так называемым амфекционием или градем, то есть совокупностью взаимосвязанных, находящихся относительно рядом поселений, которые и не сливались в единый город, ну и с другой стороны были чрезвычайно взаимосвязаны, объединены общим центром и поэтому были как бы или близлежащими мелкими городишками или большим городом, но в несколько разобранном состоянии. Все это также имело укрепление, поэтому Константин Багрянародный упоминает про крепость Самватас, то есть Киев и там с древних времен были и другие разные мелкие крупные поселения. Вообще как уже проверили нынешние археологи, Киев в древности представлял собой весьма живописное, весьма интересное зрелище, которое в некоторых местах выглядело буквально как славянская Венеция, где вместо улиц были реки и по реке можно было плыть и проплывать между домами, переплывать из дома в дом, где в общем-то реки и их всевозможные мелкие притоки, которые в конце концов сходились к Днепру, были очень важными такими артериями, вдоль которых с одной стороны расходились те, кто приплывали, с другой стороны они могли по всем этим притокам спускаться в более крупные притоки, по тем еще и дальше в Днепр и дальше уже отправляться соответственно на юг или на север. Упоминание про моноксилы лодки однодревки и упоминание про некоторую такую специфичность Киева у древних источников, у древних авторов есть, археологами отчасти это уже подтверждено. С другой стороны, другие части Киева выглядели в виде буквально замка на вершине горы. Были те части Киева, которые находились буквально чуть ли не в лесу или чуть ли не в степи. И этим Киев был весьма уникальным поселением, которое как бы находилось во всех основных областях природных каких-то систем, которые только есть в нашей местности. Это и горки, это и реки, это и степь, это и лес, это и все. Вот можно территории приблизительно чуть больше, чем современный Киев взять. Говорю чуть больше, потому что во времена Крещения, во времена, когда Киев начали форматировать под стандартный европейский город тех времен, то многие периферийные поселения уничтожили, ну а с другой стороны само общее получившееся поселение сделали более компактным и с тех пор это поселение росло и вот нынешний Киев уже не как группа поселения, как одно такое огромное поселение постепенно доходит до тех пределов, которые когда-то занимала Киевградзе или Киевский Амфекционий. Поэтому это не такой уж и маленький участок земли и в действительности там в некоторых местах ближе к лесному климату, к лесной природе, в южных местах ближе к степной природе, ну и соответственно река, ну и соответственно некоторые горки, некоторые возвышенности. И поэтому хазары смеялись над киевлянами, говоря, что наверное первым вашим правителем был какой-то перевозчик, который смог над вами возвыситься, заработав деньги просто на том, что он перевозил на лодке, ну соответственно между переправами разных людей, и так зарабатывал, зарабатывал, и так зарабатывал на то, чтобы стать князем. Просто хазары живя, хоть хазары жили не в каких-то настолько уж отличающихся от нас условиях, и одна из столиц хазаров находилась в общем-то даже в дельте Волги, но при всем при этом для них Киев был чем-то достаточно диковинным. И во многом поскольку начальная вообще столица хазар находилась фактически на территории Кавказа в Симандерах в древнем городе, который носил имя древнего князя Симандра. И они были вынуждены оттуда переносить столицу, и они были вынуждены строить Итиль уже соответственно на реке Итиль, на реке, которую они и другие народы называли в честь Аттилы. Аттиль это именно хазарское изменение, хазарская версия имени Аттилы. Поэтому называя Волгу Итиль и называя свою столицу Итиль, хазары этим выказывали определенную дань уважения, память и почтение Аттиле, возводя к нему отчасти свою легитимность, свою историю, свою государственность, хотя конечно же у хазар, как у козиров, кациров, акациров, агафирсов, была история намного более длинная еще с кемерийских времен, о чем я говорил в соответствующих материалах про хазаров. Но позднее им пришлось из-за натиска мусульман с юга им пришлось строить новую столицу, которую они сделали в дельте Волги и возможно они выбрали такое место как дельта Волги достаточно достаточно такое специфическое место именно под влиянием всего того что они увидели в Киеве. Единственное что все-таки поскольку Киев тогдашний Самватас или Киевградзе находилась не в дельте какой-то реки а находилась фактически на притоках некоторые эти притоки были искусственными некоторые были каналами но так или иначе Древний Киев именно в таком своем виде как крупнейший речной порт соответственно который мог контролировать не только реку Днепр но мог выводить свои флотилии и на Балтику и в Черное море это была заслуга именно наших предков а не каких-то уникальных особенностей природы во-первых да само расположение для Киева конечно же было выбрано отчасти уникальное но отчасти там все было доработано и эту уникальность использовали и эту уникальность развивали а позднее когда Киев крестили когда необходимость поддерживать вот такую инфраструктуру во многом отпала то и реки некоторые ну некоторые уже намного более в поздние времена уничтожили а некоторые практически сразу засыпали какие-то перенаправили болота сушили холма срыли и соответственно зарыли былые равнины какие-то были долины между этими холмами поэтому с изучением археологии Киева тут также очень много проблем поскольку во многих местах первичный вот тот древний культурный слой он уже безвозвратно уничтожен поскольку Киев хотели плюс-минус стандартизировать но то уже другая история хочу однако обратить внимание на то что Киев Киев соответственно в первом тысячелетии нынешней эры как минимум не лезем куда-то вглубь особой истории и не берем историю Киева уже после крещения Руси а вот соответственно Киев в первое тысячелетие нынешней эры условно с каких-то первых веков нынешней эры с времен Кнывы Гота до времен уже крещения Руси в этот период Киев состоял из отдельного просто набора разнообразных холмов разнообразных горок которые во многих случаях были одновременно и холмом как возвышенностью и холмом как островом потому что вполне возможно что именно в Киеве и разошлось лингвистическое понятие холм как холм как он остался в славянских языках и холм соответственно как остров как это зафиксировалось в скандинавских языках чтобы далеко не ходить в качестве примера могу привести название столицы Швеции Стокхольм и по современным вполне себе официальным трактовкам название возводят к стак или стакс стаск что переводится как залив или в другом версии сток что переводится как бревно и соответственно холмы что переводится как остров таким путем Стокхольм это или остров посреди залива или остров к которому прибиваются бревна остров бревен ну первая трактовка названия Стокхольма мне кажется более какой-то правильной более логичной хотя не могу исключать и вторую трактовку не исключено что в действительности когда те кто основывали там город прибыли в данную местность они увидели что там к определенному острову в заливе прибиваются бревна и это хорошо потому что эти бревна в некоторых случаях может быть можно как-то использовать древесина в конце концов в древности была достаточно ценным материалом вопрос снова такие откуда много бревен взялось в том заливе и почему они плавали или это какое-то было кораблекрушение или еще что-то снова в истории некоторые объяснения некоторые трактовки данной истории есть но я не могу исключать что те трактовки уже более поздние а что изначальный генезис названия Стокхольм безвозвратно потерян тем не менее генезис названия города Хольмгард вполне себе ясен поскольку Гард это вообще идеально понятно это город ну и Хольм в случае с Киевом подойдет оба варианта островной город да подходит город на холмах да подходит Слово Холм еще в некоторых вариантах хотели приделать к каким-то словам которые обозначают нечто типа озера или какой-то вот такой вот небольшой водной штуковины посреди суши соответственно если в действительности в скандинавских каких-то диалектах есть такая возможность то по идее в случае с Киевом и данная трактовка не будет чем-то особо слишком нелепым и противоречивым древняя география Киева как раз совмещала в себе холмы в самом что ни на есть прямом славянском смысле данного слова холмы которые могли быть отрезаны реками и каналами и таким путем быть островами в действительности какие-то острова соответственно также разные участки суши отрезанные каналами и таким путем превращенные тоже получается в острова ну и собственно сами всякие вот эти водные элементы которые между всем этим находились где где-то были верфи в которых стояли и готовились к разным походам однодревки и не только однодревки но и другие речные суда тогдашней Киевской Руси где в других местах причаливали плавательные средства разных торговцев с юга в других местах с севера все это делалось так чтобы это было недалеко от рынков так чтобы приплыли условные варяги им не надо на рынок им нужно поближе к тем местам где они могут соответственно остановиться и в случае чего нести какую-то службу защищать Киев приплыли там торговцы надо чтобы не обязательно чтобы они сразу с варягами встречались потому что как бы потому пусть они прибудут на торжеще прибыли греки им тоже не нужно ни к торговцам ни к варягам пусть соответственно своим путем разойдутся в Киеве все это было предусмотрено потому что Киев был достаточно древней столицей разные старинные источники упоминают что Киев вероятнее всего был столицей еще во времена гунтского князя Балтазара то есть Киев был столицей гунтской империи во времена правления Балтазара и вероятнее всего также Улдина Актара и Маджака Маждака или Миндолга Древнего то есть отца Аттилы но об этих всех деятелях будет в других моих материалах кстати все эти деятели хорошо зафиксированы в разных скандинавских сагах в разных скандинавских источниках как в общем-то и Киев в тех же скандинавских источниках зафиксирован и зафиксирован с названием Хольмгард Московиты и те люди которые не особо хорошо разбираются в истории сейчас иногда Хольмгард ассоциируют с Новгородом они говорят что Хольмгард это Новгород потому что согласно скандинавским источникам Хольмгард находится на восток от Скандинавии под словом Скандинавия тут еще нужно понимать в первую очередь не Северную Скандинавию а как раз самый что ни на есть юг скандинавского полуострова и Данию и Саксонию то есть самый север континентальной Германии вот самый север континентальной Германии Дания и самый юг скандинавского полуострова это ядро скандинавской культуры ядро того что иногда даже называют как германо-скандинавская культура хотя хотя там все сложно и германцы это понятие очень очень во многих случаях растяжимое и странное так или иначе если читать тексты САГ если читать какие-то мифологические нюансы восходящие к Исландии к Норвегии то там география достаточно специфична относительно того какая география я не буду сейчас вдаваться в подробности но скажу так что география там основана на том в какую сторону человек начал идти буквально со своей стороны то есть если какие-нибудь датчане отправятся на восток и через Двину добравшись до Днепра доберутся до Черного моря и добравшись до Черного моря попадут в Константинополь и вступят в Варяжскую гвардию византийского императора то все равно они в своих сагах зафиксируют что они путешествовали на восток таким путем в рамках в рамках географии где берется не целостное географическое представление о земле а берется представление о направлениях о того буквально в какую сторону начал двигаться начал двигаться на восток значит все что дальше будет это путешествие на восток начал из своего вот этого Хартланда исконного исконно изначальной области малой Скандинавии скажем так начали двигаться там на запад все значит все остальное это на запад на юг значит на юг даже если в ходе путешествия 20 раз поменяли маршрут и даже если отправились уже в какую-нибудь Византию и там поступили на службу в Константинополе а будучи в Константинополе император их послал не знаю куда-нибудь в Италию то все равно для них это будет путешествие не на юг а путешествие именно на восток потому что начали-то они путешествие на восток то есть из Швеции условно говоря отправились к Двине чтобы дальше добраться до Днепра вот начали путешествие на восток все что дальше там уже 10 раз вернули неважно начали значит так и есть поэтому собственно и Киев то есть Хольмгард в ряде источников значится как город который находится на востоке даже в Весландских сагах Хольмгард находится на востоке и что касается Исландии что Новгород что Киев далеко не на востоке находится от Исландии но если учитывать что исконные географические ориентиры закладывались еще до заселения Исландии еще когда жили в своем вот этом Хартланде то есть Южная Скандинавия Дания Саксония то в принципе еще учитываем что начинали точнее что воспринимали территории по тому в какую сторону начали путешествовать то в общем-то понятно что если путешествуя на восток добрались до Киева значит 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 соответственно вот он на востоке так или иначе кстати как скандинавы называли Новгород я так еще и не понял я это буду исследовать но Киев они сто процентов называли Хольмгард потому что Новгород не имеет такого в общем-то всего что имел Киев Новгород Новгорода во-первых долгое время до времен Владимира Новгорода как такового и не было то есть его не могли называть Хольмгардом ну и еще нюанс у скандинавов бывало такое что географические ориентиры путались поэтому вполне себе я допускаю такой вариант что у каких-нибудь поздних каких-нибудь поздних исландцев или еще кого-нибудь такое уже все перепуталось и Новгород и Киев и чуть ли не Ростов все могли восприниматься как нечто целостное потому что воспринималось по названию того что это есть столицей Руси и вот это сейчас столица куска Руси когда уже Русь рассыпалась ну однако даже даже чтобы такую теорию какую-то устроить нет особой необходимости поскольку исконный Хольмгард это столица Руси от исконного Хольмгарда недалеко до Ромеев до Малограда то есть города царя столицы царя и в общем-то по всем описаниям Хольмгард это Киев и самым таким главным гвоздем в гроб теории сопоставляющей Хольмгард с Новгородом является то что Хольмгард является столицей Гардарики Гардарика иногда еще называлась Гардер то есть Хольмгард связан с Гардером Гардер как Гардер это система укреплений известных как Змиевы Валы вокруг Новгорода Эльменского ничего похожего никогда отродясь не водилось даже близко даже похожего даже отдаленно напоминающего даже не знаю частично похожего ничего похожего на Змиевы Валы там вот ну в принципе нету поскольку там не было рядом печенегов половцев хазар и прочих интересных ребят поскольку по сути тот регион был освоен намного позже и поскольку Новгород все-таки не Старгород а Новгород и больше того возле Новгорода не было такого большого количества городов потому что название скандинавское название Руси Гардарика оно двоякое в некоторых источниках оно звучит как Гардар в других как Гардарика Гардар это буквально забор это отсылка как раз к великой русской стене то есть к Змиевым Валам Гардарика это другая трактовка Киевской Руси как страна городов страна городов и тут можно вспомнить 70 князей которые были распяты винитарием по приказу Германариха вместе с князем Бусом потому что в других источниках упоминается 70 городов волынян но там под словом волыняне имеется ввиду не только лишь волыняне как волынское княжество а имеются ввиду по сути анты просто с той точки зрения первыми а это с точки зрения как раз Европы первыми из гордарики ну первыми там являются как раз волыняне и только дальше уже Киеве дальше уже все остальное поэтому начиная от счета оттуда они записали как 70 князей точнее 70 городов волынян ну или как фиксируют древние историки вместе с Бусом распяли 70 других князей это были не просто князья это были архонты или градоначальники 70 городов 70 по сути мелких княжеств тогдашней антской державы итак если антская держава это четвертый конец четвертого века когда распяли князя Буса уже состояла из 70 мелких княжеств у каждого из этих 70 мелких княжеств был свой центральный город пусть и небольшой но все равно это 70 городов конечно же со временем эти города росли конечно же события которые тогда происходили как раз на территории Украины Ерманарих Йормунрек Сунильда она же Сванхильда Сар и Амий ставшие Алафеями Софраком все вот эти истории с готами и дальше конунг Будли Бледа конунг Атли Аттила все они позднее вошли в скандинавскую мифологию как древние конунги и в песне о Нибелунгах и в других источниках прямые упоминания этих древних реальных исторических деятелей косвенные какие-то мотивы по реальным основам все это имело место больше того и Гетика и Ордена и труды других историков Тацита Амиана Марцелина и сами скандинавские саги если и даже старшая Эдда если так это все сопоставить они как раз будут указывать как на одну из важнейших стран для истории скандинавских народов именно не на территории скандинавии на территории скандинавии их предки пришли причем пришли несколькими волнами была древняя волна это в первых веках нынешней эры была еще более древняя волна когда сам вот он по Европе водил в общем-то предков скандинавов была более поздняя волна уже в пятых веках нынешней эры когда как раз вследствие распространения власти империи Аттилы какие-то выходцы с территории Украины буквально перебирались на территорию Скандинавии и туда как раз переносили сказания про Гермонариха Сунильду про Атли про Будли про Священный Меч и все вот это все наполнено еще скифской какой-то символикой отсылками и к Боспору и к Танайсу Танаквислю Ванаквислю и к другим тем реалиям которые как раз были на тех территориях с которых происходили те кто в дальнейшем переселялись на территорию Скандинавии поэтому связь Руси Украины с Скандинавией она достаточно древняя и позднее эта связь вновь подкреплялась позднее как бы пока Новгород еще был только лишь в проекте Скандинавы уже хорошо знали Русь уже взаимодействовали с Русью я в одном из видео рассказывал про князя Боя который также известен как Вали сын Одина который по скандинавской мифологии был незаконно рожденным сыном Одина которого он зачал с княжной Рутени то есть с русинской княжной а это значит что на времена когда Один ну тоже образ Одина это весьма сложное наслоение и древних ведических знаний про Всевышнего как Одина высочайшего и дальше на это наслаивались образы и вот она Велеса и на это наслаивались образы разных князей и в конце концов туда наслаивались еще образы протоскандинавских правителей первых веков нынешней эры и вот видимо один из этих деятелей тогда участвовал в таком нехорошем деле как изнасилование русинской княжны то есть когда Один скандинавский бог или тогда еще человек которого позднее отождествят с богом и будут почитать еще был человеком Русь уже существовала существовала русинская династия русинский князь русинское государство все это уже существовало пока скандинавское общество еще только лишь формировалось это к вопросу могли ли скандинавы принести цивилизацию на Русь и государственность кто кому государственность принес если у нас уже была государственность правящая династия именно слов этой династии потому что вот этого незаконорожденного сына Одина и русинской княжны назвали боем бой это не английское слово которое обозначает просто мальчика или что-то в таком духе это даже не от слова бой как битва а это от названия народа боев которые были известны как кельтское или итальйское племя которое позднее попутешествовав по Европе прибилось как раз тоже к русинам тогда к хорватам к белым хорватам если точнее сказать и так осела на территории западной Украины постепенно став частью Украины став народом бойков таким редуцированным народом в составе целостного единого народа Украины но все равно это вот еще древние осколки вообще очень очень древних народов и это все тоже важно знать и понимать в контексте исследования истории Руси и Украины в контексте исследования славяно-скандинавских связей и параллелей с украины Продолжение следует...